Во имя Отца, Иосифия Святого Духа Спрашивает, какая цель жизни человека? А само название «человек» что означает? Пчело – это лоб, век пчелой век, невременной. Иоанн Златоус объясняет, что такое деньги, говорит, название, говорит, день. Всего на день дается тебе. Зачем тебе думать на тысячу лет вперед? Там реформа, все остальное у тебя погибнет. Смысл жизни человека заключается в том, чтобы родиться для Бога. Родиться для родителей, для страны – это не так важно. Но кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Как будто для них и мытаж никаких нет. Господь сказал этому учителю израильскому, который учил людей и одного не знал. А это одно заключало в себе все. Для чего жить? Кто не родится свыше? Как от Бога. Которые не от крови, не от плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Им дал власть называться чадами Божьими, детьми Божьими. Мы кто дети? Дети какой-то нации. Дети родителей, богатых, бедных. Сильно разница люди друг от друга. Но в рождении свыше все уравниваются. От Бога один отец. Мы так привыкли считать отче наш, как будто обыкновенная молитва. Но мусульманка, обратившаяся к Богу, она говорит, я осмелилась назвать его отцом. У них этого нет. Осмелилась, дождалась. Господь обратил ее. Она не рядовая, жена министра была. И вот это рождение свыше есть самое главное. И об этом мы должны говорить людям. Спрашивают у человека паспорт, когда родился, где. Ну необходимо здесь. Для Бога. Ты чада Божий или нет? Один вопрос ответь. Вот это твой паспорт. Если ты родился здесь, ты знаешь какой район, где-то в какой стране родился. Ну все данные, там где ты родился-то. А от Бога родился где? У православных это очень трудно найти. Ну, начиная с ну. Потом с бабушкой ходил в церковь или ходила, видела, что-то говорила. Ну ходил и видел, это не рождение. Рождение это муки рождения. Женщина рождает в муках. Вот она цариса, главное. Пришло время родить. С уколами будут тысячи врачей стоять, и обезболить ее не могут. Обезболить могут, но будет выкидыш. В муках положил Господь начало. И в муках будешь рождать. Еще в районе сказано. Ну, когда рождает, я разговаривал с такими. Я, говорит, была готова разорвать мужа. Вот себя не помню как. Родилась, говорит, смотрю за собой. Говорит, она пришла. Только вышла из больницы, уже ласкаюсь к нему. Но я уже знаю, кто разверстла шестна моя. Кто виновен? Во имя кого сын и дочь будет именоваться? Величаться. У других наций у них от отца фамилия идет. Если он Иван, следующий Иванов. Одной переходящей из поколения в поколение фамилии нет у них. У евреев тоже нет. Как? Сын Абрагамов, сын Давидов. Прошло тысячу лет, они все еще кричат сын Давидов. До отцов-то сколько перечислено там? Итак, рождение свыше. Где? Вот если человек умирает, о нем говорят так. Или говорить хорошо, или ничего. Как хорошо говорить? Православные наконец-то поняли, стали ставить притчи такие. Говорить хорошо, а хоронят какого-то главаря бандитов. Они его и отбили. Излупили. Ты что смеешься над нами? Мы же знаем, кто это был. Это грабитель. Хотя его и хоронят с почестями. Итак, родись со свыше. Если ты родился, и говоришь, а я родился, ну, пожалуйста, возьми бумагу и напиши, я родился в такое-то время, там-то, я вот посмотрел, сейчас так, система в интернете есть, в какой день я родился? Вы же не знаете, в какой день. Я в субботу родился. Я посмотрел, 1939 год, 10 июня, была суббота. Можно узнать, когда ты зачался. 9 месяцев кин, начало 10 сентября. Батюшка четверг родился. За дальностью времени трудно определить. А сейчас система. Только нажала, она тебе покажет. Теперь, если человек умирает, и нажать какую-то кнопку где-то записанную, кому-то говорил, подними руку, кто знает, когда он родился, а не знает. Ты сама не знаешь. Как это так? Я родился, и не знаю. Да быть-то он не может. Родился, все говорят, поздравляют, пишут. Вот сейчас обнаружили там человек, 136 лет. Да нет, таких людей нет на земле. Документ. Мне документ. И помню, даже еще, когда Наполеон был, это в романе «Хмель» показано. Как это может быть? Ну так. Рождение отмечено было, зафиксировано, не где-то, а в церкви. Печать стоит там, или что, подпись. Итак, я родился свыше. Я знаю, когда я родился. Город Латвия. Страна Латвия. Город Венстуц. Улица Карла Розенберга, 18, дробь 4. 17.00. В это время я сошел с корабля на берег, и Господь меня обратил. Я знаю, я там был. Я не мог встать. Когда вместе мы были, я приехал туда, вот, года 4 назад. Я упал, и не могу встать. Я молюсь, и дома того нет. Людей, те, через кого Бог меня привел, нет. Я приехал с подарком. Я страшно разбогател. У меня книги о Боге. От толкования, Евангелия. Нет никого. Кому отдать? Я упал, и плачу, и плачу. Другой стоит, и я, говорю, смотрел, и тоже плакал. Я знаю, где я родился, в какое время было. В тюрьме говорили, я покаялся там. Ты себе поставь этот вопрос. Не обманывай сам себя. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Даже на мытарствах не будет. Он сразу туда попадает. Так написано. Евангелие от Иоанна, центральная книга всей Святой Библии. Из 77 книг Святой Библии, Евангелие от Иоанна считается центральным. И с центром ее, 3 глава, 16 стих. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Иначе сказать, не погиб, но родился свыше. Чтобы не погиб и был Вадим Духом Святым. И тогда ты войдешь в Царство Небесное. А как узнать, родился я или нет? А может быть родился. Смотрите, ребенок не родился. Как узнать? Никак. Вот он не родился. Апостол Павел, видя, как люди отступили от истины, он говорит, я снова в муках рождения. Да коли у вас изобразится Христос, его видно, христианин или нет. Женщина сколько, она не может его месяц рожать. От сены день она умрет. Она рожает. Какая-то причина. Раньше не было кесарное свечение, не знали. И вот мать Иосифа умерла. При родах и умерла, когда Вениамина рождала. Она умерла. Рахиль плачет о детях, их нет. Это уже будет сказано об убийстве младенца при рождении Христа. Это пророчество. Итак, ты родился. Ребенок проявляется тем, что он дышит. Как правило, говорит, оглашает криком. Все, что есть. Криком. Кричит. Дальше. Просит есть. Любое животное, если только родилось, ребенок надо подниматься ищет соски матери. И вот, если какой-то сайгах, он уже буквально через полчаса уже начинает ногами шевелить, через час уже прыгает. Вот показывает как. Так этот человек, руки, ножки у него движутся. Пища перерабатывается. Он начинает расти. Заметно. Если какие отклонения, понимают, что-то случилось не то. Сбой, то конструкции, которые Бог создал. Ты родился свыше. В чем это проявилось? В первую очередь, от отвержения от мира. Это мне все такое противное сделал. Да я это любил. Не может верующий опять туда тянуться. Слушать, смотреть то, что смотрел и слушал. Вот это, вкушать пищу. Чем наполнено? Исайя говорит, столы наполнены отвратительной блевотиной. Вот это все, что показывают по эфиру. Отвратительной блевотиной. И люди жирают это. И верующие там вопрос задают. Меня пригласили на Новый год. А подарит мясное. Что я должен делать? Это задают не кому-то, а благочинному, но в Алтайское. И что он отвечает? В первую очередь, зачем ты туда, как говорят, поперся? Зачем пошел? Когда молиться надо Бога оставить? Это языческий день. В этот день никакого события даже не было. Зачем ты пошел туда? И дальше рассуждает. Чтобы никого не соблазнить. Кто пришел, это не соблазнен. Он свой, дядя Миша. Тут он не отец Михаила, а дядя Миша. Положили кусок мяса. И чтобы никого не соблазнить, я его съел. Понимаете, как все перевернуто, гипертрофировано в сознании человека. Что он пришел туда, среди неверующих сидит, пляска до утра. Это не соблазн. Это свой. Абсолютно свой человек. А вот мясо, если я не поймаю, люди соблазнятся. Верующий так и рассуждает. Птица слетается подобным себе. Растет человек и начинает говорить «мама». Так и человек, который духовно родился, он понимает, есть церковь. Не секта, не ересь. Церковь, она та, которая идет от платосовских времен, где мы находимся. А люди засыхлись, а вы иконам кланяетесь. Иконы иконами. Мы кланяемся первообразу, которые здесь, а не икони. Это надо показать человеку. Итак, рождение в муках. Для того, чтобы человек родился, как переживает. Кто рождает, кто проповедует. Ни день, ни два, годами иногда. Уже все придет, опять свихнулся. Опять выпивка, и все полетело. Опять что-то где-то не так. То есть в муках рождения это очень трудно. Это переживает. Когда ты родился, определись. А потом, когда ты родил кому-то. А если ничего не сделал, талант не умножен. Возьмите, свяжите по рукам и ногам и выбросьте. Я не добавляю ничего. Здесь так написано. Так вот, у верующего, который обратился к Богу, родился свыше. Для него главное не то, что половички там или мы просворы дают хлеб освященный. Мы не против. Но главное в том, что ты понимаешь, мир это бушующий океан. Люди погибают. Явления какие-то бывают. Пришел человек, македонянин, сказал, приди к нам, помоги нам. Мы погибаем, мы Бога не знаем. Обрати нас к Богу. Этим занимался Павел. Одну миссионерскую поездку, вторую, третью, четвертую. Как на крыльях облетает всю вселенную, говорит Ян Затаус. Рождение свыше. И так родились от слова его. А слова-то и не было. 989 год крещения Руси. И только в 1876 году Синодальный перевод пришел к нам. Практически 900 лет жили, Библии не знали. Вера от слышания. Не от чтения, а от слышания. Кто-то тебе сказал. А как ты считать будешь, когда не было? От слышания. Ну и от чтения тоже. От слышания. От слышания не от бабушки. А слышания от Слова Божия. Кремлинам 10.17. У православных этого вообще нет. И не было. А если ездить, это такая редкость. Редкость. Ну сразу скажут, это сектанты только. Это какие-то баптисты. У нас не так. Ходил в храм, причащался, посты соблюдал. От этого человек не рождается. Он этим укрепляется. Но не рождается. Рождение от Слова Божия. Верующий, если он родился свыше, у него потребность рождать. Он все время думает, а кому еще можно сказать? Как сказать? Он все время в этом набирает опыт. Один раз сказал неудачно. Второй, третий, не отчаивайся. В Египте сеют один год засохло. Другой год засохло. Если за того земледелец бросил бы, сказал бы сколько? Третий год, четвертый год. Ни одной пшенищинки назад не возвращается от поля. Все бы умерли. Но он семь лет, и через семь лет дождь. Это мы считаем у пророка Ильи, в третьей книге Сас. И Бог дает зерно прорасти. Ты говорил много раз. И родственник не пришел к Богу. А заметьте, кто у нас есть. Вечером их никогда нет. Какую-то работу найдут. Рожденный свыше так не рассуждает. Это счастье прийти вместе и видеть друга. Его нету. Здесь у нас живут люди, которые я приехал два месяца уже, я их не видел ни разу. Дальше занятия они никогда не ходят. Это крещащее свидетельство нерожденности. Не надо друг мой это или не друг. Верующий, он растет духовно. В чем рост заключается? Ко лжи пристать. Он как огня ее боится. Иеремия говорит, я хотел бы молчать. Я усиливался. Внутри меня развит был, как огонь в костях моих. Я не мог удержать. Замолчили. Били их крепко. Даже камнями по зубам били. А они говорят, а кого больше слушать? Бога или человека? Вышли и опять начинают говорить. Читайте пятую главу Деяния апостола. Свидетельство рождает новые души. Мы пришли сюда. У нас здесь никто не родится. Мы пришли прославить. Рождается от Слова Божия. А у нас стоит человек с толбом. Он не понимает, что взрослый не понимает. Взрослый, который стоит здесь, не понимает. Вы спросите, человек выгнут. Что такое выгнут? Одно слово спросите. Выгнут. Я руку достал. Флоточек выгнул. Ну тут понятно. Оно совсем не то слово. По-русски означает всегда. А мы считаем, помилуй меня Божьем, повели себя милостью Твоей. Что тараторишь-то? Ты один раз дома прочитай, тебе до конца не досчитать. Ты наполовину уже неизвергнешься на колени. Что же я делаю с собой? Года уходят. Болезнь одолевает. Болезнь бьет по ногам и по голове до глаз. Все дошло. Господи, дай мне вздохнуть. Этот вздох к тебе направить. С чем я пристану перед Тобой? Мертвецов там не будет. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов. Живые стремятся к живым. Ты будешь слушать. У тебя будет такая радость. Где-то считается Слово Божие. А раньше по радио только говорили. Из-за границы мы с трудом настраивали. И преподали к приемнику и слушали. Они говорят о Боге. Мы записывали, когда мы этапоны уже были, дать другим прослушать. С какой верой они говорили. Был такой радиопроповедник, неправославный, Ярд Николаевич Пести. Он на чистом русском языке говорит. Родители его были проповедниками. И мать, и отец. И они в России трудились. И он это принял. Я включил, как-то в вагоне ехал. Хорошая запись такая. Привезли прямо оттуда, в Латвию дали. Переписал. Мужчина сидел, слушал. Один говорит. Вот. Я не верующий человек. Но вот что он верующий, это я понял. Он говорил с такой верою. Он говорит всегда так. Итак, покайтесь, приблизилось время. Господь рядом. Предстаньте перед ним. С открытой душой он войдет в тебя, сотворит обитель свою. Я поверил в это. Я вел занятия в университетах. В пяти. И разные люди приходили, и много. Так что приходилось, которые постоянно, сказать. Вы в коридор выходите, дайте людям место. Был актовый зал, там 700 с лишним человек. То есть я знаю силу Слова Божия. Бог мне это дал. И вот человек вышел со мной, идет и говорит. Как вы говорили. Я пришел, совсем не верил. А теперь я верю. В душе, конечно, я порадовался. Душа надеялся. Он говорит. Я говорю, как вы поверили, на каком месте. Я поверил, что я не верующий. Он сразу меня отшатнул. Так я-то считал себя верующим. Какой же я верующий? Это я и пью, и курю, и все остальное мирское. Он поверил. Это начало рождения. Поверить надо сначала, что ты мертвый. Рождение свыше включает три этапа. Первый. Ты должен поверить, что ты без поворота окончательно прописан в аду. Выхода никакого нет. Никакие добрые дела не помогут. Человек спасается недобрыми делами. Не делами закона мы спаслись, говорит. А верой в Иисуса Христа. А дела только подтверждает. Ты живой. Вот видишь, как он делает. Как он жертвует всем. Как он молится. Ночь дана не только для сна, но для молитвы. Это главное. Как росою омывается растение, так душа человека слезами покаяния. И о ком ты плакал в последний раз. Святые, когда плакали, около них, говорит, образовывалось, как будто бы дождем пролилось. Это мы должны принять. Это не мне. Только желаю я, конечно, этого. Господи, дай мне это все иметь. И постоянно, и не ослабевать. Итак, пророк Иеремия, ветхозаветный пророк, он нам показывает ревность. Хотел бы молчать, но убьют везде. Сказать нельзя. Преследуй, тюрьмы садят. Но я не мог. Как будто кто-то поднимает, и я должен сказать. Иди и говори. Будут они слушать или не будут, ты говори ему. Так он все равно не придет сюда. А ты говори. Придешь сейчас и скажи, дорогой брат, почему ты снова не был? Почему ты? Мы столько слышали, молились. Здесь песнопение, а это ангельское песнопение. Ты не понимаешь, говорит, все равно доходит что-то. Итак, мы должны дома считать, богослужение понимать. Другим его приносить. Не так, что я не понимаю, и на этом остановиться. Можно понимать. Искать надо, и Бог откроет это. Бывает, иностранец зайдет, то у нас люди, то друг друга иностранцы. Ты не понимаешь, Павел говорит, я для тебя иностранец. Перевести на русский язык переведено. Есть богослужение на русском языке, и он стоят и считает уже, как у католиков. Это очень положительный момент. Рождение свыше всегда действует Духом Святым. Огонь. Кто-то подошел и говорит, Господи, имение разделить не можем. Он говорит, кто меня вставил делить имение ваше? Как я желал бы, чтобы зашел огонь и возгорелся. Как он жаждал сошествия Духа Святого. И тогда человеку не нужно говорить что-то. Вы будете научены Духом Святым. Речь идет не об обучении Христовом, а о том, что можно, что нельзя. Лево и право тебя резко чертой отделятся. Это не наше. Это делать нельзя. Нет, не могу. Выгодная сделка. Не могу. Только по правде. Единственное правду и ничего, кроме правды. Милость Божия да будет с нами, чтобы мы не напрасно топтали дворы Дома Божии. От православной веры отшатнувшиеся они потеряли практически все. Нам Бог дал великое счастье называть все быть христианами, притом православными. И дай Бог неподанному названию. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.